Из Древней Руси октябрь был месяцем свадеб. Вот эта традиция сегодня не утратила актуальности? Ну, в принципе, я не знаю, всегда на покров играли свадьбы, 14-го начиная был такой. Ну, сейчас в городе постоянно их играют во все эти... Наверное, нет. Я думаю, что немного утратила из-за погоды. Погода меняется, все холоднее становится, и все-таки стараются в более красивые такие сезоны сделать свадьбу. Я живу, где каменный мост, и очень много свадьб. Все играют, все женятся, все любятся, все женятся. Именно осенью, именно октябрь. Да, 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 да. Именно октябрь. Даже несмотря на погоду такую плохую. Большинство свадеб проходит летом. Все-таки, не знаю, я бы тоже лично свадьбу сыграла бы летом, потому что это погода, настроение, солнце. Эта традиция не утратила свою актуальность? Не утратила полностью, но мне кажется, она не утратила, поскольку на самом деле у нас очень много молодых пар, и я без конца на работу еду мимо дворца бракосуществования в Советском районе. И очень рад, что процесс продолжается. Издревле на Руси октябрь был месяцем свадеб. Насколько эта традиция не утратила своей актуальности сегодня? Не знаю, у меня свадьба была в сентябре лично, 40 лет назад. То есть вот по вашим ощущениям у нас чаще свадьбы когда бывают? Ну, сейчас, не знаю, сейчас молодежь, по-моему, женится завтра хоть в любое время. А так традиция, да, только осень. Сентябрь-октябрь. Я думаю, что сегодня как-то люди не заморачиваются, особенно по поводу традиций. Грубо говоря, кому как приспичило, те тогда и женятся. Но вообще, да, осень, это как бы она благоприятствует по духу, скажем так. Мне кажется, в этом году явно она не утратила. У меня много друзей, знакомых женились именно в этом году. Именно осенью? Некоторые осенью, некоторые в течение года. А вот по статистике за последние 9 месяцев в Воронежской области сократилось количество браков на 7%. Чем вы можете это объяснить? Может, кризис в стране, как бы денег, может, не хватает у некоторых людей. А так многие живут вполне. Именно, может, поэтому свадьбу нет. А по вашим ощущениям у нас все-таки народ чаще женится или разводит? Мне кажется, 50 на 50. Потому что кто-то женится, кто-то разводится со временем. Опять же, по статистике за последние 9 месяцев у нас и уменьшилось количество разводов на 15%. Вот вас этот факт радует? Конечно, радует. Крепкая семья все-таки. Наверное, 50 на 50. Как вы относитесь к тому, что в нашей области за последние 9 месяцев сократилось количество браков на 7%? Ну, конечно, плохо. Как можно относиться к такому? А в чем причина, как вам кажется? Дорогое удовольствие или нет, не хотят нести ответственность? Ну, и дорогое удовольствие. И вообще сейчас молодежь старается жить просто такими отношениями. Брак не регистрировать. Это уже большинство так заведено. Поэтому живут, не считается, что они женаты. Вот и все. Наверное, разводы более часто случаются сейчас. Вот по статистике Воронежской области за последние 9 месяцев количество браков уменьшилось на 7%. Чем вы можете объяснить этот факт? Не знаю. Наверное, нестабильность. А может быть, менталитет меняется людей. Может быть, какие-то принципы или наоборот отсутствие их. А вот то, что это дорогое удовольствие, этот факт тоже как-то влияет? Да, конечно. Конечно. Дорого. Хотя и разводы тоже сейчас недешево. Ну, я вот не знаю по статистике, но мне видно, что больше, наверное, женятся, чем разводятся. Потому что живу где-то под каменным мостом, и очень много свадеб. В пятницу, субботу, воскресенье очень много. Вот раз уж мы затронули тему статистики, за последние 9 месяцев количество браков в Воронежской области уменьшилось на 7%. Вот чем вы можете это объяснить? Ну, я думаю, может быть, из-за того, что люди как бы боятся зарегистрировать вот этот штамп, вот этот штамп в паспорте. А живут, если вот так, я вот живу с девушкой, уже пятый год нормально. А пожениться никак не можем. Вот так вот таким может. А она и этого боится, может быть. А кто его знает так? Не знает, честно говоря. То есть ни она, ни вы особо не проявляете? Да, такого интенсивизма, чтобы пойти расписаться, как бы нет такого. Живем, доживем, нормально. У нас народ сегодня больше женится или разводится? Я считаю, что разводится. А в чем причина? Не знаю. Я не замужем и не могу ответить на этот вопрос, как бы, корректно. Но, скорее всего, не знаю, может быть, это спешка или все-таки женятся люди такого возраста, когда еще не совсем понимают, что это такое семья. Вот по статистике у нас за 9 месяцев в Воронеже уменьшилось количество браков на 7%. Чем вы можете объяснить этот факт? Может быть, боятся развода? Есть вопрос, исключительно серьезный для молодежи, с приобретением жилья. Это играет существенную роль, да, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, ну, поскольку вы видите, я человек седой, мне кажется, идет вот, она из-под воль, как говорится, но идет пропаганда такой свободного образа жизни. Вы знаете и количество разводов, будьте нате. Вот. Но, собственно, это тоже влияет на поведение или на психологию молодежи. А вот тот факт, что и количество разводов у нас уменьшилось на 15%, чем вы это можете объяснить? Количество разводов уменьшилось, это, ну, я только могу приветствовать это. Что они, всплеск был, помните, ну, относительно недавно разводов, а сейчас пошло на уменьшение, ну, это здорово. Ну, как, больше стало доминировать семейные вот эти вот ценности, да, и люди стали в большей степени задумываться, а как же быть дальше. Ну, вот, я считаю, это очень хорошая вещь. Вот об этой статистике, кстати говоря, я не знал. По вашим наблюдениям, у нас все-таки чаще женятся или разводятся? Не знаю, я никогда как-то не акцентировала на этом внимание, но я думаю, что все-таки женятся. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Вот по статистике Воронежской области за последние 9 месяцев количество браков уменьшилось на 7%. Чем вы можете это объяснить? Ну, современные взгляды, они поменялись. Как бы немного сейчас уже людей осталось, таких, которые мыслят как бы правильно, традиционно, вот, ну, что должна создаться семья, должна создаться правильно, благословение родителей и так далее. Сейчас больше как бы встретились мужчины и женщины, решили жить вместе. И многие считают, что не обязательно для этого штамп в паспорте или что-то в этом роде. Поэтому, как бы, я думаю, что это тоже немаловажный фактор. А чем вы можете объяснить, что за это же время, за 9 месяцев у нас и уменьшилось количество разводов на 15%. Ну, раз меньше женятся, значит, меньше и разводятся. Разбежались по-тихому и все. Как бы логично. Как вам кажется, в чем нестабильность вот сегодняшних семейных отношений? Я думаю, во-первых, спешат жениться, а во-вторых, нет взаимопонимания. То есть надо, эгоизм присутствует в какой-то степени, сойтись это легко, нужно понять человека, что он, как бы, не только себе... Поставить хотя бы себя на его место, когда я ему говорю гадость, он надо себя, то есть спросить, а что бы я чувствовала на его месте? И, может быть, тогда бы мы бы не так хамили друг друга, не так оскорбили. Стоит один раз оскорбить, и потом уважение пропадает, а без уважения невозможно жить вместе, потому что любовь, страсть – это хорошо, но нужно взаимопонимание и уважение, без этого семью не построишь.